Амто Тумгтуру Наша передача сегодня называется «Алхалалалай. Наш праздник». Алхалалалай – это древний праздник, во время которого этельмены благодарят природу и духов за хороший урожай. Это целое сплетение обрядов и традиций. Праздник Алхалалалай приобрел невероятную популярность не только на Камчатке, но и за ее пределами. Потому как на праздник едут уже со всего мира. Кульминацией этого праздника является танцевальный марафон «Открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края». Крестным отцом возрожденного обряда Алхалалалай стал Борис Жирков, к сожалению, ушедший к верхним людям. Он стал автором сценической реконструкции осеннего праздника этельменов, стержнем которой стали описания Крашенинникова. Первый обряд был в ноябре 1988 года в селе Ковран Тегильского района. В 1997 году впервые в селе Ковран побывала Вера Ковейник, председатель родовой общины Пимчах. То, что она увидела там, потрясло ее. И в душе зародилась мечта провести подобное в селе Сосновка. И с тех пор Алхалалалай стал ежегодным праздником на юге Камчатки. Что значит для вас Алхалалалай? Я спросила об этом камчатских студентов. Алхалалай – это тот праздник, этельменский праздник, который мы ждем каждый год с нетерпением. Потому что именно вот в этом празднике, когда ты туда приезжаешь, можно окунуться в эту культуру, где вокруг тебя окружает только все то, что было раньше, когда праздник, предки наши праздновали этот праздник. Для меня Алхалалай – это праздник, которым я просто превращаюсь в другого человека. Меня такие чувства перевополняют. Я иногда волнуюсь, где-то переживаю. Не знаю, вот слов уже просто нет, но во мне это все внутри, аж прям передергивает вот такое чувство, как будто пламя возгорания, вот это вот все. Я хочу сказать огромное человеческое спасибо старшему поколению, которое ведут, которое направляют, поправляют, учат. И наша нынешняя молодежь должна полностью взаимодействовать, чтобы получать, что-то надо отдавать. И поэтому в таком марафоне, как Алхалалай, и в таком обряде в этом празднике нужно быть полностью чистым сердцем, чтобы потом природа, она вас благодарила. Когда начинаешь танцевать, уже невозможно остановиться, и как бы ты ни думал, что я потанцую немножко, а потом сойду, начиная, продолжаешь, и до самого конца, пока не кончатся силы. Я, когда танцую, ну, я, во-первых, получаю заряд энергии. Вот я, ну, это радость, это вдохновение. И особенно, когда ты чувствуешь, когда энергия возвращается к тебе от зрителей. Ну, я думаю, это тройное удовольствие какое-то. И, вот, ну, вообще мне очень нравится. Я уже танцую 16 лет. Но хотелось бы отметить то, что это, наверное, как Андрей говорил, это приходит от предтаков, это в нашей крови. Даже если человек, который никогда не занимался хореографией, то, и это у него есть в крови, он по-любому затанцует, потому что, я не знаю, как по-другому даже. Для нас это как Новый год, я не знаю. Мы живем от Аллахалалая, теперь к Аллахалалаю. И это, мне кажется, то, что этот праздник сейчас, на данный момент, не только итальянский, потому что он объединяет все народы Камчатского края. Много конкурсов проводится на празднике, но один из лучших, из самых веселых – это гримасы. Мещеряков Юрий – лучший гримасник 1997 года. Победители разных лет конкурса гримас – Елена Попова из села Осора Тарагинского района. Мещеряков Валерий – село Ковран-Тигильский район. Олег Слободчиков, Андрей Карпенков. Посмотрите сами, и вы убедитесь, что только на Аллахалалалае можно увидеть, как могут коренные народы владеть мимикой лица, танцуя при этом. Горловое пение аборигенов Камчатского края – это древнее пение. Леонид Сысоев искусно владеет горловым пением, и каждый раз, когда он поет, слышишь голос птиц, шорох природы, шум моря, рокот прибоя, дуновений ветра, дух сопок, вулканов, гейзеров. Леонид Мастерский передает своим пением шум родной природы и передает свое мастерство молодым людям. Вот все, что вы увидели, нашло отражение в книге Аллахалалалай «Наш праздник», презентация которого состоялась в апреле 2015 года в Краевой библиотеке имени Крашенинникова. «Собирал фотоматериалы я, текстовку готовил тоже я, достаточно было все трудно, потому что оказалось проблематичным найти очень древние фотографии, это самое тяжелое, хотя мы много снимали в свое время, но очень много мы не сохранили. Материалы начинаются от первых создателей ансамбля «Эльвель» Гутерова Татьяны Истроповна, потом «Вариджирков», в конец 80-х здесь нам очень помог своим фотографиям Кравченко Валерий Трофимович. Это вот в основном все такие древние фотографии, которые в альбоме есть, это его. Я очень рад, что это государственный праздник Камчатского края, я очень рад, что мы, когда возрождали Тельминский обряд, у нас были какие-то узкие на тот период цели, потом они постоянно ширились, ширились, и сегодня я очень рад, что на этом празднике консолидируются силы всех коренных народов Камчатского края, потому что одним этельменским народом мы не справились с теми задачами, которые у нас сегодня есть. И это самая главная задача. Вот такой рассказ получился о нашем этельменском празднике и о книге «Алхалалалай. Наш праздник». Только время способно оценить жизнестойкость традиций, позволяющим коренным народам во все времена встречаться и любить, петь и танцевать, растить детей и жить в гармонии с природой. Говоря об этом замечательном фотоальбоме, я хотела бы сказать, что когда листаешь страницы его, то все дышит жизнью, несмотря на то, что на некоторых фотографиях этого альбома есть люди, которых уже нет с нами. Но это на самом деле не другая история. Потому что эти фотографии и этот альбом еще одна возможность подчеркнуть, что мы все, несмотря на то, что кто-то ушел к верхним людям, а кто-то сегодня здесь в этом зале, мы все равно все вместе. Это наша общая жизнь.